МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал Санкт-Петербург продолжает свою работу в новом эфире, потому что это ваше право видеть и знать, чем живет великий город. Надо много читать в него. Я Юрий Зичев. Здравствуйте! Итак, в эфире программа «Пульс города». Мы говорим обо всем, что на этой неделе определяло такое понятие, как Россия. 21 век, Санкт-Петербург сегодня, хроника каждой недели, день за днем. Что произошло за это время? Какие события люди изменили нашу жизнь сегодня? А какие предопределили то, что будет с нами завтра? И уходящая неделя войдет в летопись Петербурга следующими яркими заголовками. Итак, сегодня в программе мотор! Военно-морская столица страны. Петербургские корабелы закончили работу над еще одним секретным проектом для стратегического подводного флота России. Деревянный Петербург. Спасти нельзя потерять. Где поставить запятую? И что нужно сделать, чтобы в 21 веке мы не потеряли этот уникальный заповедник Петербурга прошлых веков? Нужна хорошая рекламная компания. Папа на каникулах или весенние каникулы, как суровое испытание для родителей и семейных кошельков. Театр, кино, аквапарк и скалодром. Почему родителям не дают каникулы и за них не доплачивают? И что им делать в этой ситуации? Весенний Петербург, как замкнутая экосистема. Что уже точно здесь есть, вот в этой вот черной жиже? Точно здесь есть песок. А как выжить в этой экосистеме? Чем мы здесь дышим? Что пьем? И как эти трудные условия межсезонья отражаются на нашем здоровье? Нет ничего лучше Невского проспекта. Спасибо вам большое за ваши денежки, родители, любви и беды. И нет изобретательных мошенников на Невском проспекте. Какие западни поджидают туристов на главной улице города? Как в них не попасть и как с ними бороться? Пульс Севера. Очередная серия нашего спецпроекта, посвященного экспедиции на Северный полюс. Это последняя модификация К-32. Сегодня мы заглянем на кухню полярника. Причем в прямом и переносном смысле. А какой, я так полагаю, почтовый голод или северный чайки какие-то? Всякие пожарные случаи. Это уже самый крайний вариант. Такого Мариинский театр еще не видел. Премьера балета на музыку Rolling Stones прошла на сцене Мариинки. Подруга Мика Джаггера объяснила, почему она решилась на этот эксперимент. И почему она сделала это именно в Петербурге. Но начинаем мы с одного маленького события. Но именно из огромного количества таких маленьких и почти незаметных событий, подобно кусочкам цветного стекла, из которых создают невероятные красоты витражи, так и из этих событий складывается величественная картина жизни. Той жизни, которая настоящая, непридуманная, неисхаженная новостями, идеологией, пропагандой, злобными комментариями в соцсетях и прочим информационным шумом. Наша жизнь. И жизнь большого и великого города. Дело в том, что на днях в летнем саду расцвел первый подснежник. Он расцвел в одном из дальних уголков сада. Маленький, без защиты, высотой чуть более 5 сантиметров. Но это первый наш подснежник нашей 316-й весны Петербурга. А значит, зима уходит. И впереди пробуждение, весна, новые надежды, новые мечты, желания. Все, долой эту зиму, да здравствует новая жизнь. Ура! И этот первый подснежник в летнем саду, как предвестник всего нового, солнечного и светлого. Всего того, что нас после этой трудной и суровой зимы теперь ждет впереди. Точнее, мы надеемся, что все-таки это действительно нас ждет. И действительность нас не обманет. Ну и если мы уж начали с темы весны, давайте ее продолжим и разовьем. И раскроем ее теперь уже с другой стороны. Сейчас мы наблюдаем то, что метеорологи называют температурными качелями. От минуса к плюсу. От 12 градусов тепла днем до минус 5 ночью. Сейчас город оказался в теплом секторе циклона. А уже начался сезон пыльных бурь. Каждый год мы боремся с этим явлением, но всегда победа не на стороне коммунальщиков. Песок, которым посыпали улицы зимой, теперь часть того воздуха, которым мы дышим. А каков состав талой воды, которая образуется после схода снега с улицы площадей города? Куда она попадает? Весенний Петербург – это замкнутая экосистема. А как выжить в этой экосистеме? Чем мы здесь дышим, что пьем и как эти трудные условия межсезонья отражаются на нашем здоровье и образе жизни? Об этом расскажет Наталья Бандулина. Петербург переходного периода – это когда день солнца. А вечером уже снег с дождем и порывистый ветер. А на следующий день снова солнце. Еще такая не до весна, но уже не зима. И вот эти температурные качели – это настоящий стресс. И для нас, и для нашего города. Эту картинку мы сняли, когда солнце уже садилось. Каменноостровский погрузился как будто в туман. Но у этого весеннего петербургского явления совсем другое название. Пыльная буря – это взвесистая пыль и грязь. Она появляется в воздухе, как только все начинает таять. И мы всем этим дышим. Вот что уже точно здесь есть? Вот в этой вот черной жиже. Точно здесь есть песок. Резиновая крошка, металлическая стружка. Все есть потихонечку. Все, с чем мы работаем, все есть. Также берем пробу воды из Невы. На берегу сразу мы можем сделать экспресс-тест на кисло. То есть, что порадовало в районе проспекта Обуховской обороны показатели в норме. Ну вот, мы взяли на пробу воду. Пока, конечно, сложно что-то сказать. Единственное, явных примесей мы не наблюдаем. Но нужны лабораторные исследования. Что мы в скорейшем времени и сделаем. Вот такая вот Невская водичка. Характерный желтый оттенок у Невской воды. Талый снег гораздо приятнее на вид. Но стоило пропустить содержимое колбы через простой бумажный фильтр. Понятно, первое впечатление было обманчиво. Бумага окрасилась в грязно-серый цвет. Для среднего статистического жителя Санкт-Петербурга Наиболее важный фактор, который негативно влияет сейчас, это как раз вот эти взвешенные вещества. Если раньше сезон пыльных бурь заканчивался в начале мая, то теперь мы дышим песком до начала июня. Одна из причин – в городе катастрофически не хватает деревьев. Вот они, легкие любимого города. Зеленый щит от выхлопных газов и пыли. Еще каких-то 30-40 лет назад Петербург было не узнать. Это Невский проспект. Гостиного двора не видно за кронами деревьев. А это сквер на площади Восстания. Здесь, кстати, снимали приключения итальянцев в России. Я посмотрю здесь, в кустах. Нет, нет, он где-то там, я знаю его поводки. Помимо того, что в Ленинграде здесь любили снимать киношники, так здесь просто гуляли с детьми, отдыхали. Популярное место для свиданий. Для центра города это был настоящий зеленый оазис. А сейчас от него остались одни какие-то жиденькие кустики. Сквер уступил место к гранитному обелиску. Это было концептуальное городское решение. А сколько скверов и парков вырубили только за последнее время. За 15 лет не появилось ни одного нового. У наших петербургских деревьев два врага. Уплотнительные застройки и болезни. Через час уже просто земля. Через два на ней цветы и трава. Вот это пока что стройная колонна вдоль улицы Бассейной. Деревья-призраки. Вяза поражены смертельной болезнью. В простонародье – галанка. Так называется потому, как впервые была зафиксирована в Амстердаме. Это болезнетворный гриб, а разносит его жук-караед. Споры проникают внутрь побегов, начинают развиваться, развиваются мицелии и закупоривают сосуды. Возникает болезнь сосудистый микоз. Против этой болезни нет профилактики. Болеют ей только вязы. Всех жуков невозможно отловить и уничтожить. Зараженные деревья уничтожают. Вот это дерево уже не жилец. Повреждена и крона, и ствол, а поэтому, как бы это было ни печально, от него надо избавляться. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Обещают, что на месте вырубленных деревьев в Московском парке Победы высадят липы. А вот вязы, величественные с роскошной кроны, исчезнут из Петербурга навсегда. И винить, оказывается, нужно не только жуков. Их нашествие – следствие глобального потепления. А значит, виноваты в этом мы с вами. Для развития жуков требуется определенная сумма положительных температур. В связи с потеплением они стали продвигаться на силы. Сергей Грибалев – эколог со стажем. Где только его коптер не летал, в какой свалке только не ступала его нога. А теперь вот и мини-танк. Так ласково называют эту разведывательную гусеничную технику. Она бороздит труднодоступные помойки. Это видео Сергея и его товарищи по экологическому патрулю сделали совсем недавно в районе Волхонского шоссе. Очередная несанкционированная свалка, которая зимой была укрыта снегом, но скоро зловонный запах разнесется по округе, а вредные вещества уйдут с водой в почву. Страшно ржуть. Вот такая гниль. Видим, как сейчас хаотично из города едет этот мусор. И зачастую он не доезжает до полигонов, а оказывается в лесу, рядом с садоводствами. Город, он буквально в таком блокадном кольце этих свалок окружен. В свободном доступе в интернете есть карта, на которой обозначены самые грязные районы города. И так трудно дышать в Кировском, Адмиралтейском, Красногвардейском районах. Еще грязнее воздух. В Центральном районе, в районе Московского проспекта, показатели тяжелых металлов в воздухе зашкаливают. Но есть и хорошие новости. В Петергофе, Кудрово и Металлострои качество воздуха выше среднего. Есть в Петербурге человек, который в весенней грязи видит красоту, а в мусоре черпает вдохновение. Сама мастерская художника, если бы не книги, напоминает хаос. Боб Кашелохов восхищается эстетикой там, где обыватель ее никогда не увидит. Вот синий пакет, например. Великолепный. Великолепный образ. Что есть по кандинскому синий-голубой цвет? Это всегда какое-то холодное разрушение. Для всего холод разума. Холод разума? Да. То есть вот это холод разума? Да. Его картины – огромные полотна, собранные из вот такого же, найденного на улицах Петербурга, мусора в галереях по всему миру. Находить прекрасное в ужасном – это может разновидность оптимизма. Но только надолго ли его хватит, этого оптимизма? Так из цветущего города Петербург может превратиться в урбанистический заповедник с песчаными бурями. Но одновременно с этим, именно в наших руках, сделать наш город чистым и комфортным. Наталья Бандурина. Пульс города. Полетели дальше. Теперь официальная хроника. Премьер-министр Дмитрий Медведев на этой неделе встретился с действующим губернатором Петербурга Александром Бегловым. Главная тема – вопроса социально-экономического развития города. Александр Беглов обратился к Медведеву с просьбой оказать содействие в выделении средств на приобретение объектов социальной инфраструктуры. 17 детских садов, 4 школы, 5 офисов врачей общей практики и поликлиник. И выделение дополнительных средств для закупки жизненно важных лекарственных препаратов. В размере 1 миллиард 200 миллионов рублей. Дмитрий Медведев дал поручение Министерству финансов рассмотреть эти вопросы и оказать содействие в выделении средств из федерального бюджета. Только в 2018 году было построено 3 миллиона 950 тысяч квадратных метров жилья. А в 2019 году планируется 3 миллиона 400 тысяч квадратных метров жилья. У нас произошел дисбаланс между жилищным строительством и социальной инфраструктурой. Я полагаю возможным здесь вашу просьбу рассмотреть и постараться Петербургу помочь. Чтобы при вводе новых жилых домов одновременно можно было ввести и поликлиники, и детские сады, и школы. Чтобы люди сразу же, заселяясь в новые квартиры, получили полностью социальную инфраструктуру. Но если эти деньги будут получены, это почти 9,5 миллиардов рублей, то все социальные объекты, о которых шла речь, ведут строй уже до 1 сентября этого года. Еще раз повторю, это 17 детских садов, 4 школы и 15 кабинетов для врачей общей практики. Очень хорошая новость для нас, петербургцев. Полетели дальше. Ну и продолжаем тему весеннего Петербурга. Теперь поговорим о весенних каникулах. Помимо того, что это отдых, праздник и в хорошем смысле безделие для наших детей, это еще и суровое испытание для родителей. Испытание с точки зрения планирования времени. Как занять ребенка? Ведь с работы никто не отпускает родителей. А семейный кошелек, для которого эти весенние каникулы даже не испытания, а серьезнейший удар. Вот на примере нашего обозревателя Андрея Федорова, который помимо работы на пульс города, еще по совместительству работал в эти дни и папой. Мы решили показать всю злободневность и насущность этой проблемы. Итак, папа на каникулах. Что это? И самое главное, почему родителям не дают каникулы и за них не доплачивают? И что делать в этой ситуации? Весенние школьные каникулы, пять рабочих дней. Радость для детей и головная боль для родителей. Куда деть ребенка, если мама на работе, родственники далеко, а сын первоклассник и дома один пока не остается. Поискав в интернете, я выбрал самый простой и дешевый вариант. Эту неделю Захар будет со мной и в офисе, и на съемках. Повезло, что тема подходящая. Сыну семь лет. Родился в Сочи, вырос в Китае, в школу пошел в Санкт-Петербурге. Увлекается баскетболом и танцами. Нет, не такими. Русскими народными. А еще побывал почти на всех аттракционах огромного Пекина. И удивить такого ребенка непростая задача. Но я все же попробую, а заодно и посчитаю, во сколько нам обойдутся каникулы в Санкт-Петербурге. По Дворцовой площади на Самокате одно из первых желаний. Весело, на свежем воздухе и почти бесплатно. Второе твое желание. Хотел попробовать себя журналистом. У меня к тебе один вопрос. Какими ты видишь идеальные каникулы? Сможешь ответить на них? Давай. Вот тебе камера, а я поехал покатаюсь. Для меня идеальные каникулы это когда не надо ходить в школу, не надо делать домашнего задания. Можно просто отдохнуть. Можно порисовать, поиграть с солдатиков. Да все можно делать. Все. Очень много свободного времени. И это время нужно чем-то занять. Изучаем предложения, разрабатываем программу. Обойти все хотелки за неделю мы, разумеется, не успеем. У Захаров внушительный список желаний, среди которых город-профессии, театр, кино, аквапарк и скалодром. Перечислять можно бесконечно. Мест для детского отдыха в Петербурге хватает. Мы выбрали самые познавательные и экстремальные маршруты. Главное, чтобы денег хватило. Каски, страховочные тросы и высота. Веревочный парк. Даже для взрослого непростое испытание. Маршрут проходим вместе и сравниваем с обучением в первом классе. Захар признается, программа для него простая. Учить русский язык гораздо легче, чем китайский. Удержаться на тросах куда тяжелее. То есть ничего нового в первом классе ты не нашел? Нет, нашел. Например? Много всего. Примеры узнал, как решать. Прописные буквы я не умел писать. Я это все научился делать. А самое главное, что ты нашел в школе? Как ты думаешь? Друзей. И этих друзей он хотел позвать с собой. Всех. Я бы говорил. Цена посещения парка 2000 рублей за 2 часа. Не каждому по карману. Это все здесь очень вкусное. Как-то глаза прям разбегаются. Еще один день каникул. И мне приходится держать обещания. Веду ребенка в одну из самых популярных кондитерских Петербурга. Выбор пирожных растягивается чуть ли не на час. Берем не по одному, а по два. Третий вариант держим в уме. Хорошо, что наша мама этого пока не видит. Я потом создам такие торты, которые будут даже полезны. Мамы наоборот будут уговаривать детей есть торты. Да? Да. Очень удобно. Разговор о будущем продолжаем в одном из многочисленных музеев для детей. Хотели сходить в дом великана или галерею эмоций, но выбрали рекорды и факты, где понюхали трупный цветок. И как впечатление? Сам понюхай. Все так ужасно что ли? И в буквальном смысле остались с носом. 19 сантиметров. Дай линейку. Ведь больше смотреть здесь не на что, а стоит сомнительное удовольствие 900 рублей. Хватило бы на пару интересных книг по той же химии, которой вовлечен мой сын. Я хочу стать химиком, чтобы изобрести эликсир молодости для моей мамы. Гораздо интереснее на картинге. Скорость до 60 км в час. Резкие повороты и порции адреналина. За рулем ребенок побывал в первый раз. Два заезда по 10 минут. Кошелек похудел. Сын счастлив. Очень круто. Я прыгаю вообще. Я такого не ожидал. У меня не было такой мечты. Но теперь она появилась. Мечта какая появилась? Чтобы всегда здесь ездить. Скооперироваться с друзьями и брать отгулы по очереди. Так называемый классный отдых. Это еще один способ занять детей во время каникул. Еще вчера был один, сегодня уже пять. Культурная программа, настольные игры и экскурсия по телецентру. У меня же монтаж сюжета. Эфир через 6 часов. В итоге за неделю на развлечения мы потратили 7,5 тысяч рублей. И это благодаря теме сюжета, который вместе и смонтировали. Няня и лагерь обошлись бы в два раза дороже. А ведь впереди летние и самые длинные каникулы. И хорошо, что пока еще есть время подумать над планом действий. Андрей Федоров, Пульс города. На этой неделе Петербург вновь напомнил о себе, как о военно-морской столице страны. На днях со стапелей завода «Адмиралтельские верфи» была спущена субмарина проекта «Варшавянка». «Варшавянка» — это она у нас называется. А по квалификации НАТО эта субмарина звучит следующим образом. «Improved Kilo», то есть дословный перевод. «Улучшенная черная дыра». Черная дыра — это потому, что действительно для акустических систем противника эта лодка представляет собой абсолютную черную дыру. Очень тихая, стремительно оснащенная ракетами, которая является аналогами «Калибра». Вот помните, такими ракетами из Каспийского моря мы расстреливали базы боевиков ИГИЛ на территории Сирии. А еще эта лодка — тихий убийца и уничтожитель портов. Она может абсолютно незаметно подойти к любой наземной прибрежной инфраструктуре противника и в упор торпедами расстрелять все базы и корабли. Страшное для врага оружие. Боевую вахту этот корабль будет нести в Тихом океане. Ну и в продолжении военно-морской темы нам удалось на днях получить от ЦКБ «Рубин» вот эти уникальные кадры. Это уже подводная лодка «Амур». Проект разрабатывали конструкторы «Рубина». Вот так в плавучем сухом доке ее выводят на открытую воду. Очень интересно. Вот я никогда не видел, как лодки уходят в море из Петербурга, из заводского цеха. Прямо вот как игрушка плывет по воде в детской ванночке. Кстати, макет этой лодки сейчас демонстрируется в Малайзии на международной 15-й выставке авиакосмической морской техники «Лима-2019». К ней очень приглядываются многие покупатели. Как говорится, у вас товар, у нас купец. Товар этот очень многим зарубежным специалистам нравится. Особенно представителям из Индии и из стран Юго-Восточной Азии. Так что не исключено, что скоро купят у нас этот петербургский «Амур». Ну и после таких морских новостей самое время продолжить наш цикл «Пульс севера». Напомню, что это наш новый специальный проект. Он посвящен экспедиции на Северный полюс. Там на борту научного судна «Академик Трешников» находится наша съемочная группа в составе отважного корреспондента Юрия Щербакова и неутомимого оператора Тимура Юнусова. И они день за днем пишут летопись этой полярной экспедиции. Вот их очередной репортаж. Доброе утро. Судовое время 7 часов. Ветер серовосточный 5 метров в секунду. Температура наружного воздуха минус 20 градусов. Доброе утро. Сегодня второй день экспедиции «Трансарктика-2019». И его ни в коем случае нельзя пропустить. Так что, Тим, подъем. Тим! Мы сделали плановую остановку буквально в 15 километрах от Мурманска для того, чтобы принять на борт этого красавчика. Всего их будет 2 на «Академике Трёшниковой». Это последняя модификация К-32. Он прекрасно подходит для помощи. Он сдувает. Он очень мощный. Прекрасно подходит для помощи ученым. Но вот добраться на нем до большой земли вряд ли получится. Топлива не хватит. Поэтому единственное сообщение с большой землей – радиомолны. Короткий и длинный? Короткий и длинный – это «А», а просто длинный – это «Т». Академик Трёшников. Каким образом мы выходим на связь с материком? Есть радиосвязь пожарковая для связи с полярными станциями и другими судами. Это вот эти вот радиостанции, да? Совершенно верно. Хорошо. А если вдруг что-то случится и, не дай бог, сломаются приемники? Это спутниковая связь. Работаем на как бы лесные связные системы. Это «Марсад» и «Иридио». А если нам нужно слить вот этот материал, отправить на Большую Землю? Частерство. Здравствуй, 21 век. А в шкафу, я так полагаю, почтовые голуби или северные чайки какие-нибудь на всякий пожарный случай. Это уже самый крайний вариант. Кольский залив остался где-то там, за горизонтом. Отсюда практически не видно. Мы вышли в открытое Баренцево море. И здесь неплохо так качает. А обещает еще вечером и шторм вплоть до 9 баллов. Как мы его переживем, расскажу наверняка в следующих выпусках. Ну а пока что тысяча миль пути или около пяти дней на Академике Трешникове. Далее поиск специальной подходящей льдины, на которой мы и проведем следующие два месяца. А пока предлагаю насладиться красотами северных широт нашей прекрасной страны. Юрий Щербаков, Пульс города. На этой неделе произошло одно очень важное событие, которое с большим воодушевлением встретили все городозащитники. Речь идет о Совете по культурному наследию при губернаторе Петербурга. И вот во время очередного заседания этого совета петербургские архитекторы предложили Александру Беглову, а он согласился ввести новый юридический термин, чтобы спасти памятники деревянного зодчества. Звучит он так. Знаковый объект исторической среды. Перед заседанием глава города поселила знаменитая особня Гауссвальд, которая является ярким примером того, как надо реставрировать памятники архитектуры. То, что особня Гауссвальд на каменном острове удастся сохранить, казалось нереальным даже грозозащитником. Неправильная эксплуатация нанесла зданию катастрофический урон. Но собственник не пожалел сил и денег на восстановление. Вот чтобы укрепить фундамент из сбутого камня, строителям пришлось приподнять каркас здания над землей домкратами. Перед разборкой каждое бревно пронумеровали, чтобы потом вернуть на историческое место. Правда, теперь неизвестно, а как теперь эта дача Гауссвальд будет эксплуатироваться? Можно ли будет посещать ее? Будут ли экскурсии? Или же это будет закрытая, огороженная и недоступная для чужих глаз территория? Вот к следующему выпуску мы постараемся получить информацию по этому поводу от КГО. Для справки, сейчас это частная собственность. И по неофициальной информации особняк принадлежит Олегу Теребаске. Итак, это удачный пример сохранения знакового объекта исторической среды. А в каком состоянии сейчас находится другой деревянный Петербург? В предложении спасти нельзя потерять. Где будет поставлена запятая? И что нужно сделать? Чтобы в 21 веке мы не потеряли этот уникальный заповедник Петербурга прошлых веков. Дача Головина – уникальный памятник деревянного классицизма. К началу 19 века здание сильно обвешало и на месте роскошного дома графа возвели этот двухэтажный особняк из сосны высшего качества. Именно это позволило сохраниться даче. Сейчас готовится проект реставрации и уже проводится проба цвета. Но так повезло далеко не всем памятникам деревянного зодчества. Более полусотни уже утрачены навсегда либо на грани исчезновения. Деревянный Петербург – это не парадоксальное сочетание. Это реальная часть нашего города. Уникальное наследие, которое завтра мы можем потерять. И если сегодня ничего не предпримем, он исчезнет с карты города. Вот лишь несколько примеров. Дореволюционный Петербург – начало 20 века. В черте города 11 тысяч деревянных домов. Равных по архитектурной красоте, разнообразию и градостроительной гармонии усадеб, особняков, жилых домов и церквей в мире не было. К 2019 году сохранилось только 22 здания. Но даже они, по прогнозам специалистов, в ближайшее время могут погибнуть. Деревянный Петербург горит. Деревянный Петербург рассыпается. Деревянный Петербург загнивает. Дело сдвинулось с мертвой точки. Я считаю это уже великим положительным моментом. И у меня, несмотря на скептиз, все-таки есть некоторая надежда, что, может быть, Петербург окажется впереди планеты всей. Раз в пятилетку из руин и пепла поднимается вопрос о сохранении деревянного зодчества. Впервые концепция стала реальной. Илья Сабанцев предложил оценивать памятники по новой стабальной шкале. Например, сопоставив подлинность зодчества и техническое состояние, определять очередность работ. Довольно очевидным решением этой проблемы является создание некой карточки по каждому объекту. Мы взяли на себя ответственность попытаться разработать некую максимально полную и универсальную форму, которая будет содержать в себе все. Команда архитекторов обследовала 270 деревянных памятников. На этой неделе их концепцию утвердили на Совете по сохранению культурного наследия во главе с градоначальником Петербурга. Александр Беглов предложил запустить рекламную кампанию по привлечению инвесторов к восстановлению памятников. Это престижно, это интересно, но и вообще это соприкосновение с историей. Нужна хорошая рекламная кампания. Вот у нас сегодня форум будет. Почему бы нам ряд объектов не выступить на экономическом форуме? Это интересная программа. Вообще никто никогда этого не делал. Давайте мы сделаем. Я отдаю поручение обязательно на стенде сделать несколько предложений. Еще одно исключение, которое должно стать практикой. Особняк Гауссвальда. Никто не верил, что его удастся восстановить. Аварийное здание рекомендовали разобрать и сжечь деревянные элементы. Все разговоры 2011 года о том, что давайте все разберем, сожжем, потому что там белый гриб, страшный белый гриб, все поел, и ничего невозможно сохранить, оказывается, все не очень правда. И можно сохранить 70% сруба и 80% стропильной системы. Поэтому это очень показательный объект. Собственник не пожалел ни сил, ни денег на реставрацию за то время, которое потратили на этот объект культурного наследия, можно было возвести целый микрорайон панельных многоэтажек, отмечают специалисты. Был сделан сначала внутренний каркас из металла. Вот этот металл был введен в стены. Потом, после этого, все здание деревянной конструкции освобождены от нагрузок черепичной кровли, штукатурка, которая мешала этому. И это здание все было вывешено в пространстве, поднято домкратами. Как легко потерять уникальное наследие, Петербург видел. На примере дореволюционных вокзалов и станций. РЖД они оказались не нужны. А в тех, что сохранились, вместо кастшин и монтаж, взяли ожидания продуктовый магазин. Новую концепцию реставраторы взяли опыт Норвегии и Финляндии. Там каждый памятник деревянной архитектуры консервируют буквально по бревнышку. И восстанавливают с учетом всех исторических технологий. В России же утрачены не только элементы декора, но и мастера. Серьезно мы утратили вот эту вот культуру работы с деревом. И сегодня найти специалистов, которые бы умело это делали, это вопрос достаточно сложный. На совете по сохранению культурного наследия, который на этой неделе возглавил Александр Беглов, призыв о помощи был услышан. Оставив надежды, что деревянный Петербург не будет безвозвратно утрачен. И возрождение уникального наследия в 21 веке реально. Мария Евсюкова, Пульс города. Если вы хотите почувствовать пульс города, смотрите Пульс города. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, потому что сразу же после рекламы во второй части программы нашей мы покажем. Нет ничего лучше Невского проспекта. И нет изобретательней мошенников на Невском проспекте. Какие западни поджидают туристов на главной улице города? Как в них не попасть и как с ними бороться? Такого Мариинский театр еще не видел. Премьера балета на музыку Rolling Stones прошла на сцене Мариинки. Подруга Мика Джаггера объяснила, почему она решилась на этот эксперимент и почему она сделала это именно в Петербурге. Продолжение следует... Действие одного дизайнера, который в соответствии со своим авторским дизайнерским решением сделал перепланировку так, что дом чуть не обвалился. Вот как удалось установить следствие, этот дизайнер, его фамилия Свиридов, желая сэкономить, нанял не профессиональных рабочих, а своих знакомых. Демонтаж несущих стен стал причиной появления трещин. Свою вину Свиридов не признал, якобы даже и подумать не мог, что перепланировка может быть настолько опасна. Например, вместо укрепления старых балок перекрытий, предписанного проектом, он начал устанавливать новые. Такие действия суд посчитал непростительной халатностью, так как Свиридов сам профессионал, он является, кстати, совладельцем одной строительной компании. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением прав заниматься деятельностью в сфере ремонта и строительства на этот срок. Кроме того, Свиридов должен выплатить более 56 миллионов рублей жилищному агентству. Это компенсация за ремонт дома. Я считаю приговор суда абсолютно справедливым. Иначе эти Свиридовы пол Петербурга разрушат своими оригинальными дизайнерскими решениями. Продолжаем выпуск. Следующая страница нашего телевизионного журнала. Новости за неделю. Петербург за 78 секунд. Пролетим над 78 регионом и посмотрим, чем жил город эти 7 дней. И почесываем его пульс. 78 ударов. Необычная выставка открылась в Русском музее. На ней представлена работа от Федора Конюхова. Автор этих картин на выставку прийти не смог. В день открытия экспозиции он проходил через 12-ти бальный шторм у мыса Горн. 34-летний петербуржец, который в январе этого года устроил дебош на борту самолета, получил реальный срок. Хулиган был пьян, скандалил и даже ударил стюардессу. Приговор суда – полгода лишения свободы в колонии общего режима. Это первый и, скорее всего, не последний случай, когда дебоширы в самолете будут получать реальные сроки лишения свободы. У самого крупного клада, который был найден во время ремонта особняка на улице Чайковского 7 лет назад, появился новый владелец. Это почти 2000 уникальных артефактов эпохи 18-го и 19-го веков. Скорее всего, найденный клад принадлежал семье Нарышкиных. Теперь его можно будет наблюдать в одной из экспозиций царского села. Недавно спасатели так и не нашли тело 12-летнего подростка, который провалился под лед у Обуховского моста. И вот еще одно происшествие – уже на Фонтанке. Один прохожий решил посмотреть на Ничков мост, гуляя по льду. И когда мужчина провалился в плыню, трое смельчаков помогли спасти утопающего. К счастью, все остались живы. А МЧС лишний раз напоминает – выход на лед в это время опасен для жизни. Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Все мы прекрасно помним эти строки Гоголя еще со школы. Но теперь эти слова можно немножко дополнить современными отличительными чертами, которые присущи главной улице города. Нет более изобретательных мошенников, чем те, что промышляют на Невском проспекте. Три километра разделяет площадь Восстания, Дворцова площади, а между ними пролегает Невский проспект. Но что только не поджидает туристы на этом пути. Уловки, западни, сомнительные персонажи с лукавыми и бегущими глазками. И цель одна – забрать у вас часть ваших дедек. Как это происходит на практике? На себе испытал Антон Цумун. Чем больше в Петербурге солнечных дней, тем больше людей на улицах города. Тем больше туристов. То становится больше и тех, кто хочет на этом заработать. Причем зачастую не самыми честными способами. Вот сейчас пройдемся популярным туристическим маршрутом. От Восстания до Дворцовой по Невскому проспекту. И расскажем, как это происходит. Стоит лишь чуть замешкаться у московского вокзала, как тут же вездесущие цыгане настойчиво попросят позолотить ручку. Гадание вышло из моды. Теперь модно давить на жалость. Или, например, вежливый молодой человек подойдет с ворохом духовно в просветительских газет. Пожертвовать ему сколько не жалко. Казета из Дагестана, всероссийская культура, нравственность, дружба народа и так далее. Надо чуть-чуть денежек стоит, до 50 рублей на редакции хоть. Сколько возможности поддержать можно. Площадь перед московским вокзалом – эпицентр людских потоков. По самым скромным оценкам, только эта точка приносит владельцам сотни тысяч рублей в месяц. Это четко структурированный бизнес, ликвидировать который сложно. Продолжаем движение по Невскому. И видим следующую примету проспекта – уличных музыкантов. Точно так же в 80-е здесь стояли те, кто сегодня олицетворяет собой понятие русский, ленинградский рок. Приставать к прохожим с шапкой, как это было принято еще несколько лет назад, теперь считается мавитоном. Зрители сами дают, кто сколько может. Спасибо вам большое за ваши денежки. Пока музыканты выбирают места и организуют очередность выступлений сами. Но петербургские депутаты уже выступают с законотворческой инициативой. Музыкантам – продавать лицензии. А жесткий список мест для выступлений – согласовывать с жителями окрестных домов. Как, например, это уже действует в Германии. 700 рублей в день в пересчете на наши деньги. Во-первых, это дополнительный доход для городского бюджета. А во-вторых, мы тем самым имеем возможность обелить этих музыкантов. Потому что, по факту, уверен, никто никогда не платил налоги с той кучей денег, которая находится в футляре из-под скрипки или из-под той же самой шапки. Но если музыкантов по праву можно назвать украшением города, буквально в паре десятков метров от них ведется другой бизнес – наглый и циничный. Невский проспект у базилики Святой Екатерины. Обратите внимание на этих молодых людей, которые буквально преграждают путь прохожим и куда-то настойчиво пытаются их увезти. Да, у нас сегодня проходит бесплатница, это чай, минутку с его заменой. Ты тоже в прошлом не поможешь отзывал. Пойдем со мной. Джанет Хаджигильды в авария прогулки по Невскому тоже не избежала этой встречи. Я шла просто выпить кофейню, кофе, и меня остановил молодой человек. Он попросил ему помочь. Я подумала, что это какой-то опросник или анкетирование. В результате Джанет пригласили не на опрос, а в этот неприметный магазин во дворе – на дегустацию чая. В процессе здесь предлагают купить якобы элитный китайский чай. Если отказаться, то, как заявляют пострадавшие, требуют оплатить услуги промоутера. Я была тоже удивлена, но от этого шока достала 100 рублей из кармана, которые просто вот у меня лежали наличными, и отдала ей. То есть просто давят на жалость. Да, ты начинаешь представлять, ну я тоже была когда-то студенткой, ну надо помочь. Хотя, когда я вышла, я поняла, за что я заплатила эти 100 рублей. Следующая остановка – Большая морская. Здесь в любое время года, в буквальном смысле, не дают прохода так называемые аниматоры. Ростовые куклы в виде персонажей популярных мультфильмов уже несколько лет буквально как заполонили Невский. Схема простая. Конь или зебра, кролик или бурундук так и приглашают делать совместное фото. А потом очень настойчиво требуют денег на новые подковы. Ремесло аниматора, как называют здесь этих людей, на первый взгляд довольно простое. Нужно лишь обзавестись костюмом, этот обошелся в 2000 рублей в сутки аренды, облачиться в эту громоздкую поролоновую конструкцию. Кстати, в одиночку это сделать достаточно проблематично. Ага, спасибо. Ну вот и все. Ярмарочный конь готов. Ух, вперед! На Невский! Кстати, опытный аниматор может заработать сутки до 9 тысяч рублей, с лихвой отбив все затраты. Не делайте фотографию с лошадкой. Бесплатно, клянусь. Выйду ночью в поле с конем. Выйду днем на Невский в коне. Куклы, живые статуи, голуби. Принцип действия один. По сути, это обыкновенное попрошайничество. Только гораздо более наглое и порой жестокое. Особенно с туристами. В результате деньги можно и не потерять, но испорченное настроение обеспечено. Мы же настроение туристам в этот солнечный день портить не решились. Как вы относитесь к подобным аниматорам на улице? Отлично, они веселятся, понимают настроение. Когда они, скажем, начинают впаривать какие-то условия? Нет, это уже напрягает. Как с этим бороться? И нужно ли вообще бороться? Устроить этих людей на другую работу. Мы лишние деньги в музее потратим. И, наконец, сезонная примета Дворцовой площади. Из-за чего уж там говорит всех классических достопримечательностей Петербурга. Ряженые Петры и Екатерины. Действуют по той же схеме, что и куклы-аниматоры. Но, говоря современным языком, считаются премиум-классом. Диковина вещица бесовская на Петра направлена. Ммм, неведомо око. Актер и телеведущий Леонид Петров когда-то сам, так же, как он метко выражается, петрил. По его словам, заработок в этом бизнесе зависит не только от личных качеств самого Петра, но и от методов, которые навязывает начальство. Идея классная, да, но реализация страдает. Во многих случаях это, к сожалению, вылилось в разводняк, в цыганство и попрошайничество какое-то, что не может вызывать симпатии. Человек должен уходить от тебя с положительным осадком, с хорошими эмоциями. Извините за высокое слово и за некоторый пафос. В каком-то смысле ты тоже лицо этого города. Убрать этот нечестный бизнес невозможно. Искоренишь его в одном месте, он, как сорняк, вырастет в других. И по итогам нашей прогулки один вывод. Если безропотно отдавать деньги везде, можно лишиться до 15 тысяч рублей. Так что пока единственный способ этого избежать – держаться подальше от назойливых рук или копыт. Антон Цуман. Пульс города. Ну, теперь давайте продолжим тему весны и лета, с которой вы начинали наш выпуск. А повод для этого есть очень хороший. Дело в том, что на днях наш петербуржец покорил самую большую волну в мире. Эта волна называется Маверекс. Самое экстремальное место для серфинга в мире. Находится это место недалеко от Северной Калифорнии. Высота волны может доходить до 20 метров. Образование этих огромных волн вызвано необычной формой подводного рельефа. Как для альпинистов Эверест, так и для серфингистов Маверекс. Покорить ее для некоторых – почти дело жизни. Едут сюда со всего света. Многие даже, как и во время восхождения на Эверест, гибнут. Но все равно, все равно эта волна притягивает и манит. И вот наш петербуржец Сергей Мысовский покорил ее. Ура! Молодец, Серега! Вперед, Петербург! Давайте послушаем нашего героя. Он расскажет о том, как покорил эту волну. И что такое для него петербуржца, родившегося у берега Финского залива. Значит, это страсть быть на гребне волны. Еще раз подчеркну, самый большой в мире. Первая волна, которую ловит человек – это самая офигенная волна в жизни. Потому что ты тогда просто чувствуешь, что ты едешь по какой-то материи, я не знаю, в космосе, движешься, как на космическом корабле. Это, наверное, можно с этим сравнить. Дальше просто тебе хочется повторить это снова и снова. И на маленькой волне уже, наверное, не так весело и интересно. И ты ищешь чуть-чуть волну побольше, потом еще больше, еще больше. Ну и там уже до бесконечно. Всем привет! Это Сергей Настовский. В данный момент я в Санкт-Петербурге. Откуда через несколько дней стартую в Штаты. Где встает смирно известная волна Маврикс. Это конкретно риф, где встает Маврикс. Вот он там. На этой волне, если не знаю некоторых нюансов туда пойти, можно просто разбиться насмерть и все. Ну, то есть, потому что на этой волне погибали люди. Вот и опытные люди погибали на ней. Вот по новичку там совсем делать нечего. Когда я катался там и выплывал обратно через канал, где большая глубина, я видел два раза плавник акулей. Есть такая поговорка в Австралии, я слышал. То есть, не ходи кататься один, возьми с собой друга. Раздели этот риск напополам. Поэтому, как бы, ну, увидев плавник, я сразу вспомнил эту поговорку. И такой, нафиг, оттуда я лучше поплыву поближе к остальным ребятам. Ну, все, вроде никого не съели там. Все в порядке. Я думаю, что Питер уже центр серфинга России. Потому что у нас есть Балтийский, ну, как бы, Финский залив, часть Балтийского моря. И достаточно часто приходят волны. Хоть и маленькие, но на них можно кататься, тренироваться. И солнечное можно приехать, увидеть больше ста человек на воде. Ни в одном городе России вы не увидите больше такого количества серферов. Хотя есть места, где волны гораздо лучше. Это Сочи, Камчатка, например, там более качественные, ну, такие вот они ровные. Но у нас они не самые классные, но зато у нас они, можно сказать, более душевные. Да, как верно заметил Сергей, у нас не самые высокие волны, но зато самые душевные. Ну, и заключение нашей рубрики «Кинопесня Леграда». Это мы посвящаем одной нашумевшей театральной премьере. Никогда еще Мариинский театр такого не видел. Балет на музыку одной из культовых групп мирового рок-н-ролла «Роллинг Стоунс». Почему возникло такое необычное сочетание? Все объясняется очень просто. Постановку делал американский хореограф Мелани Хамрик. А ее, как сказали бы у нас в России, гражданский муж и есть лидер роллингов. Мик Джаггер. Вот на своем семейном совете они и решили удивить балетный мир этой постановкой, которая называется «Красная дверь». А первые шаги в балете Мелани делала под руководством учителей из Кировского театра. Олега Виноградова и Ирины Колпаковой. Прежде всего я посчитала это правильным, так как я обучалась в Кировской академии балета в Вашингтоне. И моими учителями были Сизова, Виноградов. Также в ABT я очень много работала с Ириной Колпаковой. Это большая честь для меня, потому что я много работала с людьми, которые до этого танцевали в Мариинском театре. Ну а теперь давайте перенесемся в зрительный зал Мариинского театра и почувствуем себя зрителями этого необычного рок-балета. Смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это все, о чем мы вам успели рассказать за один час. Надеемся, что после нашей программы вы почувствовали себя чуть более осведомленными петербуржецами. Мы вернемся в эту студию ровно через неделю, чтобы вновь и вновь сказать вам, это ваше право, видите, знать, чем живет великий город, на долг дать вам дело. Я Юрий Зинчук, всего доброго и хороших новостей!